Это программа в центре внимания. Здравствуйте, я ее автор и ведущий Андрей Шляпников. Смотрите в этом выпуске. Москва предупреждает. Глава российского МИДа предостерегает Ереван от ошибки. Объездная дорога. Армения может оказаться на обочине нового шелкового пути. Парижские интриги. Почему угрозы Франции не пугают Баку? На неделе в центре внимания пресс-конференция главы российского МИДа Сергея Лаврова по итогам работы 23-го года, в ходе которой он сделал ряд важных заявлений и обозначил позицию Москвы по армяно-азербайджанскому урегулированию на 24-й год. Стороны близки к согласованию позиции, но возникает вопрос, где скрепить подписями мирный договор? Лавров подчеркнул, что Азербайджан конструктивный и прозрачный партнер. И не против российской площадки. А вот позиция Армении до конца не ясна. То, что хотят наши западные коллеги, чтобы только на их территории был подписан мирный договор, это факт. То, что Азербайджан готов его подписать на российской территории, где, собственно, и начинались усилия по прекращению конфликта и по выстраиванию всей системы взаимодействия, по урегулированию всех вопросов, это тоже факт. Насколько к этому готов Ереван, мне неизвестно. Хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу. В Ереване согласятся на московскую площадку как на площадку безальтернативную. Пока им нужно показать, что они находятся в союзе с Западом, что они отворачиваются от России. Но это все нужно для картинки, для красивого, что называется, изображения. Потом реалии таковы, что Армения не может себе позволить полностью отвернуться от России, и договор будет подписан в Москве, когда Армения, наконец, откажется от попыток подрыва мирного процесса. В начале года президент Азербайджан Ольхом Алиев заявил, что Баку и Еревану не нужны гаранты в мирном договоре. Это будет договор, подписанный двумя суверенными государствами. Тем самым Алиев намекает, что больше не считает западные страны надежными посредниками. В конце года в Санкт-Петербурге состоялось первое неформальное общение лидеров Азербайджана и Армении после последнего военного обострения, в результате которого Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет. Лавров уверен, что если бы на Армению не оказывалось беспрецедентное давление со стороны Запада, то процесс урегулирования двигался бы быстрее. Но Ереван подвержен влиянию. Армения хочет изменить для себя максимальную пользу из всей этой ситуации. Получить каких-то западных вливаний, западную военную технику, западную помощь, чтобы как-то обратить на себя внимание и получить немного западного влияния. Поэтому не то, что Западу удастся сорвать. Западу может и удастся сорвать, но нельзя сорвать, если Армения захочет его подписать. Армения не очень хочет его подписать, и Запад этой ситуацией пользуется. Для Москвы это не новость. Все это уже проходили ранее, когда отношения с Европой были удовлетворительными. Так еще в начале 2000-х Запад мешал урегулированию в постсоветских странах. Вспомните 2003 год, Приднестровье, и тогда Российская Федерация тоже выступала с посреднической ролью. И в 2003 году Дмитрий Казак, который тогда отвечал за это направление, согласовал из Кишинева и из Террасполя меморандум, который так и стали называть меморандум Казака. Он был парафирован всеми сторонами, и наутро была назначена церемония подписания. И тогдашний президент Молдовы позвонил президенту Путину и сказал, извините, да, мы все парафировали, но Евросоюз нам запрещает подписывать. Говорит, что там что-то не отражено так, как хочет Евросоюз. А договор между Террасполем и Кишиневым не с Евросоюзом ни в какой степени. Вот, то есть 20 лет назад преднестровская проблема могла бы быть урегулирована. Точно так же, как 7 лет назад украинская проблема могла бы быть урегулирована, если были выполнены минские договорения. Но Запад не позволил. Сейчас все повторяется как под копирку. Только вместо президента Молдавии главную роль играет премьер Армении Никол Пашинян. Не знаю, кто там Еревану советует, наверняка советует. Мы видели, как Евросоюз, Франция, Германия, Соединенные Штаты, как только они поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы, и по подготовке мирного договора, тут же стали без приглашения внедряться в эти процессы. И играли роль спойлеры. Российские эксперты считают, что Пашинян уже мало на что влияет. За ним стоит президент Франции Макрон, который делает все, чтобы пошло не по плану Азербайджана. Армения при Пашине утратила свой государственный суверенитет. Сейчас это колония Франции. И все, что делают армянские политики публичные, заявления и так далее, это все идет под диктовку из Парижа. Оператором в Армении, скажем так, является Париж и Макрон. Это лишает будущего Армении армянский народ. У нас есть яркий пример Украины, которая все время стала колонией Запада, колонией США, допустим, да? Чему это привело? Есть интересы на Кавказе и в целом регионе, как у Франции, так и у США. И Армения просто является инструментом для их решения. Позиция Азербайджана прозрачна. Как можно быстрее подписать мирный договор. А определение границ можно оставить на потом. Как показывает практика, это долгий процесс. Если мы будем ждать делимитацию для заключения мирного соглашения, то уйдет 30-50 лет. А то и оно вовсе не будет подписано. С Грузией процесс делимитации завершен лишь на 70%. С Россией процесс длится на протяжении 20 лет. Но только лишь в 2012 году стороны подписали документ. И то по сегодняшний день поставлены не все столбы и знаки на границе. Демаркация полностью не завершена. Россия готова помочь в вопросе делимитации границы. Но даже здесь Москву пытаются подвинуть. По мнению Сергея Лаврова, некоторые заявления западных политиков выглядят абсурдными. Уже Шарль Мишель объявил, что делимитацией будет заниматься Европейский Союз. Хотя, если я правильно учил географию, ни Армения, ни Азербайджан никогда не входили в состав какого-либо объединения на нынешней территории Евросоюза. И каких-либо карт у Евросоюза быть не может. Карты есть в Российской Федерации. И эта сторона устраивает. Но не устраивает Евросоюз, не устраивает Соединенные Штаты, которые тоже хотят делимитировать границу из-за океана. У них оказались каким-то образом, они об этом рассказали, карты Генштаба СССР. И поэтому говорят, давайте, вам не нужны русские, эти карты есть у нас. Немножко выглядит, знаете, так странновато. Взрослые люди, но просто играют в игру, кто главнее. И кто, как бы, может записать себе дополнительные очки на международной аренде. Печально, что интересы вот таких западных эгоистичных устремлений, они мешают реализации коренных интересов и Армении, ну и в данном случае Азербайджана, конечно. Разблокирование транспорта, коммуникаций может полностью перезагрузить экономику региона. Ну и здесь нет согласия. Теперь Армения отказывается выполнять пункт мирных договоренностей. В заявлении, которое было подписано 9 ноября 2020 года и которое остановило войну, там было сказано, что разблокируются все экономические и транспортные связи. И далее, что Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью в обоих направлениях. А контроль за этим транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Это вот практически цитата из того документа, который в трехстороннем формате был подписан 9 ноября 2020 года. Пока Армения саботирует мирные договоренности, Азербайджан начал строительство альтернативного маршрута Нахичевань через Иран. И это вызвало неоднозначную реакцию со стороны Еревана. Пашинян вдруг заявил, что условия транзита и через Иран, и через Армению должны быть одинаковыми. Сергей Лавров такому заявлению был искренне удивлен. Да, и то, что сказал господин Пашинян, что вот он хочет то ли таких же условий для транзита через Армению, которые будут использоваться при транзите из Азербайджана в Нахичевань через иранскую территорию, я не увидел здесь какой-то логики, откровенно говоря, едва ли уместно сравнивать эти маршруты. И действительно, решение о строительстве так называемого Зангизурского коридора было принято в 2020 году. На тот момент решение принималось с позиции победителя, то есть Азербайджана. Не было речи о таможне, а за безопасностью коридора должны были следить российские пограничники. Спустя почти три с половиной года Армения пытается эти договоренности отправить в архив и навязывает свои условия, загоняя себя же в тупик. Но, видимо, правительству Армении в этом году придется сделать выбор, какой дорогой идти. Продолжать бойкотировать договоренности, затягивать подписание мирного договора и оставаться в изоляции, или начать делать практические шаги по разблокированию транспортных коммуникаций и открыть для страны огромные перспективы беспрепятственного передвижения товаров на рынке соседей. Несмотря на огромное количество проблем в российско-армянских отношениях, 2023 год завершился на позитивной ноте. Армянский премьер посетил неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге и заседание членов ЕАЭС, где председательство перешло к Армении. Во время пресс-конференции глава российского МИДа Сергей Лавров заверил, что Москва никогда не была инициатором охлаждения в отношениях с Ереваном. Но есть моменты, где Армения повела себя не по-союзнически. То, что вы сейчас наблюдаете, например, когда было согласовано, я сам лично участвовал в переговорах в 1922 году в Ереване на встречу ОДКБ, был согласован документ о направлении наблюдателей ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном. И министра согласовали. На уровне первых лиц Ереван сказал, что мы сейчас не сможем подписать. И практически одновременно туда поехала миссия Евросоюза. Ну, это выбор армянского руководства. Все бы ничего, если бы миссия Евросоюза выполняла свои прямые обязанности. Но, по словам Лаврова, она начала активно интересоваться работой российских пограничников, расположенных в Армении. И заниматься не мерами укрепления доверия, а пыталась разнюхивать, что и где происходит. Ереван продолжает обиженно дуться и на ОДКБ, и в целом на Россию. Обвинения прежние. Почему, дескать, не осудили действия Азербайджана? Но в Москве не раз заявляли, что не могли вмешиваться, когда руководство Армении официально признало Карабах частью Азербайджана. В Кремле предлагают закрыть этот вопрос и начать глобальную интеграцию Армении в регионе. Мы предложили, кстати сказать, активнее развивать механизм сотрудничества трех южнокавказских стран Армении, Азербайджан и Грузии и трех их ближайших больших соседей России, Турции и Ирана. Пара встреч состоялась. Армянские представители участвовали. Мне кажется, со временем именно этот формат будет перспективным, потому что он не зависит от какой-то глобальной геополитической конъюнктуры. И он свободен от той геополитической игры в сохранении гегемонии, которую сейчас развивает Вашингтон вместе со своими коллегами из Брюсселя. Россия готова помочь Армении снять торговую блокаду. Это, конечно, будет сложно сделать без подписания мирного договора и разблокирования транспортных коммуникаций. Но Москва может гарантировать, Ереван получит большие преференции после этих шагов. А вот Запад ничего пока толком не предлагает. Если тот же Евросоюз или Франция хотят помочь Армении, нам нужно инвестировать в ее экономику, заставить эти технологии, открывать там производство, создавать рабочие места. Но мы этого не видим. Этим занимается Россия. А Россию из Армении выдавливают, как его панком называют. Самое смешное. Но сейчас вывезти из Армении все российские производства, все российские инвестиции, все российский бизнес. Для Москвы, как и для Баку, важен торговый коридор через территорию Армении на Хичеванскую автономную республику и дальше в Турцию. Армении этот маршрут тоже принесет выгоду. Прямой сухопутный маршрут на российский рынок. Очень печально, что такая практическая, выгодная для Армении вещь, как открытие маршрута через Сюникскую область, до сих пор остается на бумаге. И при всем уважении я вижу причину в позиции Еревана. Действительно контраст. Потому что, казалось бы, Армения военный союзник. Армения связана с военными обязательствами с Россией. И Армения постоянно жалуется, что Россия их еще и не выполняет. Но получается, что именно главный союзник становится главным противником для российской политики в этом регионе. И здесь, естественно, есть рука Запада, которому политически удалось отдалить Армению от России. Но экономически республика по-прежнему сильно зависима. И поэтому Москва выбрала непростой, но верный путь убеждения, что для Армении остаться союзником России будет выгоднее, чем игры с Западом, которые ничего хорошего Армении в будущем не принесут. На неделе Сенат Франции принял резолюцию с призывом к ЕС ввести санкции против Азербайджана. За проект резолюции проголосовали 336 сенаторов. Против выступил лишь один. По мнению французских сенаторов, Баку должен понести ответственность за проведенную в прошлом году антитеррористическую операцию в Карабахе. Предлагается конфисковать активы азербайджанских чиновников и ввести эмбарго на импорт газа и нефти. Это уже не первая резолюция против Азербайджана на фоне армяно-азербайджанского конфликта. Последняя такая резолюция была принята в ноябре 2022 года. Однако Париж так и не решился ввести ограничения в отношении Баку. Катализатором для очередной резолюции, скорее всего, стал шпионский скандал. Азербайджанские спецслужбы разгромили целую агентурную сеть французской разведки. Париж в бешенстве и сейчас попытается создать Азербайджану много проблем. Но получится ли? Конечно, Франция независима от азербайджанского газа и может себе позволить такие выпады. А вот та же Италия, а тем более Венгрия или Балканские страны вряд ли проявят солидарность с Францией. Они-то ценят Азербайджан как надежного энергетического партнера. Российские эксперты считают, что санкции против Азербайджана Западу невыгодны. ЕС не может позволить себе рассориться с Азербайджаном, потому что Азербайджан – это важное направление политики Евросоюза, в том числе по выстраиванию энергетического взаимодействия, по выдавливанию России из Южного Кавказа. Поэтому все эти призывы останутся призывами. Франция надеется, что Азербайджан никак не отреагирует на эти резолюции, пока мы видим, что реакция тоже на уровне своих резолюций. И я думаю, что Париж будет продолжать это давление, надеясь, что Азербайджан не отреагирует как-то, кроме как своей собственной резолюции. То есть Франция надеется, что это будет противостояние на словах. В Азербайджане работают десятки французских компаний, в том числе и нефтегазовая Total Energies. В ответ на французскую резолюцию парламент Азербайджана призвал правительство ввести свои санкции против Парижа. Парламентарий требует заморозить любые активы официальных лиц Франции, выдворить из страны все французские компании, включая нефтегазовую Total Energies, и запретить французским фирмам участвовать в проектах по заказу правительства. Из-за проводимой правительством Франции антиазербайджанской политики отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне за всю их историю и, по сути, могут считаться приостановленными. Депутаты считают, что действия Сената Франции подрывают реализацию мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и приводят к эскалации напряженности на Южном Кавказе. Причем Париж продвигает свои интересы руками Еревана. Вот президент Армении на Всемирном экономическом форуме в Давосе общается с лидером Франции Мануэлем Макроном. Вагон Хачатрян прибыл в Давос вместо Никола Пашиняна, который отказался ехать на форум. Эксперты считают, что Пашиняну не удалось подготовить ряд встреч на надлежащем уровне, а также обеспечить соответствующую площадку для выступления. И все же в Давосе в отсутствии Пашиняна солировал вовсе не президент Хачатрян, а секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Он провел ряд встреч с представителями Евросоюза, а также со скандальным помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном. Цель визита понятна. Армения ищет поддержки у Запада, в том числе и военной. Григорян заявил, что Армения модернизирует свою армию и стремится приобретать современное вооружение для защиты своего суверенитета и демократии. Настоящих причин для беспокойства армянского народа и, в целом, Армении нет истинных причин. То есть Азербайджан не собирается нападать на Армению. По моим наблюдениям, это как раз сейчас, наверное, соседи, особенно Азербайджан, должны переживать угроз, которые исходят в социальной Армении, на фоне того, что ее столь активно вооружает Франция наступательными вооружениями, не оборонительными, а наступательными вооружениями. Армения кричит о том, что она боится агрессии Азербайджана, да, но при этом почему-то вооружение готовится к наступлению сама. И тем не менее, российские эксперты все же не исключают, что Франция может пойти на отчаянный шаг и руками все той же Армении организовать провокацию против Азербайджана. Я не исключаю очередного военного конфликта, спровоцированного Армении по указке Запада. В Азербайджане это понимают и не раз указывали на то, что Франция активно вооружает Армению. В Баку предупредили и Париж, и Ереван, что любые провокации будут жестко пресекаться. Руководство Азербайджана уже не раз в этом демонстрировало свою силу и решимость. С нынешним Азербайджаном лучше не ссориться, с ним выгодно дружить. Такие события оказались в центре нашего внимания. До свидания.